всем привет с вами дима небилан и russian music germany или русская музыка германии любит наш народ петь популярные песни и ладно бы в караоке так нет же записывают каверы снимают клипы на них а у многих этих музыкантов есть свои песни что же мешает развиваться заниматься своим творчеством а не перепевать чьи-то хиты далеко за примером ходить не нужно александр демар известная в русской германии фигура недавно на просторах всемирной паутины представил свою новую песню таю без тебя только песня оказалось далеко не новой и взяты из телепередачи однажды в россии канала тнт тоже заставила александра пойти на этот поступок прикол хорошо когда есть чувство юмора стоит отметить что у демара получилось сделать песню интересной чего не скажешь о других музыкантах а ведь некоторые из них даже умудряются снять клипы на чужие песни например ваня russian mc и vital music сделали внимание кавер на кавер песни руки вверх не правда ли кто только не делал каверы на руки песню 18 мне уже для европы перепевали ресурсы рефлекс проект code red недавно ее исполнил александр ничаев и вот этот кавер сковернули ваня russian mc vital music что за имя такое vital music похоже на название лейбла или на адрес сайта один простой вопрос ребята зачем вы это сделали свои песни не придумать ответ на этот вопрос также прост их песни никто не слушает а на свадьбах где ребята выступают народ требует известных песен так и появляются подобные произведения я не знаю как вам но клип который бравые ребята сняли это нечто а образ зрелой тетеньки в клипе явно не соответствует действительности в песне но не тянет она на девушку ставшую только что совершеннолетней надо было провести кастинг подобрать актеров вы бы хотя бы оригинал клипа посмотрели рукастых эх ваня добавили бы креатива как это сделали ребята из группы рок-привет специально для любителей песен руки вверх несколько примеров интересных камер порывшись в том же ю тубе мы нашли двойника сергея жукова и нет это не сергей богданов из потехин бэнд вот как он выглядит согласитесь очень похож называет он себя трибут группы руки вверх но давайте послушаем его голос похоже но все это не то мы не говорим что кавер это плохо можно петь любимые песни прошлых лет под гитару как это делает певец егор и у него это очень здорово получается за душу цепляет старый клён старый клён старый клён стучит в стекло приглашая нас с друзьями на прогулку от чего от чего от чего мне так легко от того что ты идешь по переулку от чего от чего мне так легко от того что ты идешь по переулку Субтитры создавал DimaTorzok Можно вдохнуть новую жизнь в свою песню, как это сделал диджей Юникс, предложив спеть хит «Снег на ладонях» Александру Айвазову. Но зачем петь песни Полины Гагариной «Каски»? На них и так сделали тысячи каверов. Этот вопрос мы зададим певице Надине. Теперь мы стали выше головы Мы стали крепче, стоя под огнём Мы продолжаем биться за свои мечты Даже если больше не твоё Друзья, всё в ваших руках. Сейчас есть огромная возможность сделать что-нибудь свое яркое и интересное. Зачем петь чужие песни? Может быть, пора подумать о своих? Нет таких примеров в эстраде, чтоб каверы выстреливали круче оригинала. Ну, разве это единичные случаи, как пачка сигарет якобы Демара? А вообще, если погуглить, то на кино снято много каверов. Странно, что мистер Демар не додумался, а снялся зачем-то в образе матча. Если есть в кармане пачка сигарет, значит, всё не так уж только на сегодняшний день. И билет на самолёт с синебристым крылом, что взлетая оставляет на земле лишь день. С вами был Дима Небилан. Всем хорошего настроения. Пока-пока.